Сам потерпевший мальчик Сергей Павлов на процессах больше не появляется. Мама по совету психологов теперь старается оградить ребенка от любых стрессов. У него присловие о школе, присловие суды, у него начинаются уже истерики, потому что психологи нам ставят уже неутешительный диагноз и хронический стресс, из которого они советуют просто выбираться ребенку. И они запретили нам полностью все присутствие на судебных заседаниях. Решение районного суда мама считает мягким, однако спаривать его не стала, в отличие от учительницы, которая также недовольна вынесенным решением. И сегодня пришла просить судей пересмотреть дело. Такого подобного преступления вообще я не совершала. Решение на Узовиновском суда я считаю вообще неправильным. Я вас прошу очень, вы же суд, пересмотрите, пожалуйста. У адвокатов Инии Габдулиной целый ворох претензий ко всем, начиная от судей-экспертов до мальчика. По его словам, ребенок лжет, эксперты сделали неправильное заключение, суд был предвзятым. Представьте картину. Три кресла, мальчик встал потерпевший, наклонился вперед. Расстояние ведь удлиняется. Здесь еще один мальчик стоит. Потом находится педагог, который якобы привстал и ударил. Как она дотянется физически, как? Судебная коллегия считает приговор суда законом, обоснованным и справедливым. Вина, осужденная в совершении преступления, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которым судом дана надлежащая оценка. Каких-либо оснований не доверять. Показаниям потерпевшего свидетелей и иным доказательствам по уголовному делу судом не установлено. Независимо от того, в какие инстанции дальше будут обращаться учительницы со своим адвокатом, решение суда теперь считается вступившим в силу. А значит, Фанья Габдулина становится осужденной. И с сегодняшнего дня начинается отчет ее двухлетнего условного срока наказания. Без права быть педагогом. Мы будем обращаться в Центр российских экспертиз и перед ними ставить вопрос. Кто из этих специалистов, кто прав? Если эксперт проводил не по правильной методике, соответственно, выводы неправильные. Тем временем, сегодня стало известно, что мальчик стал инвалидом. Правозащитники намерены подать на учительницу в суд. Теперь уже о возмещении ущерба и компенсации морального вреда потерпевшему. Булатыш Мухаммедов, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова